Всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня на обзоре у нас будет катушка Кайда под названием HGC 0280. Восьмитысячная, с конусной шпуляй. Здесь я намотал 028 леску и 03 шок-лидер от PowerPro. Леска у нас Climax. Сегодня проведем тест этой замечательной катушки. Прежде всего, тест заключается в том, насколько она кидает. Катушку использую для вываживания крупных особей. Также она влияет на дальность заброса. Поэтому, чем больше шпуля, соответственно, тем больше лески сюда уходит и быстрее леска будет скидываться при забросе. Сегодня мы протестируем вместе с палкой Кайда Partner Carp ROST 3.9 штекерная. Тест от 60 до 120 грамм. В общем, сейчас приступаем к сбору удилища. Немножко покажу, как она здесь наматывает леску. Лески у меня здесь ушло порядка 350 метров. Это вместе с бэкингом. В общем, приступаем к сбору и уже будем тестить. Что касается грузиков, я буду кидать обычными кормушками, которые повседневно использую при ловле рыбы на водоеме. Я не буду кидать сегодня пулю. Пуля предназначена как бы больше для карповых снастей. У меня в наличии есть еще одна капля, но там вес до 90 грамм. И мы в щадящем режиме попробуем кинуть 60-70 граммовую кормушку на расстояние. Также у меня есть лескометр. Чуть-чуть позже я вам покажу. И мы будем замерять. Лескометр, погрешность где-то порядка плюс-минус 7-8%. Не столь важно, если погрешность будет достигать до 10 метров. Приблизительно вы будете уже понимать. Что касается катушки. Здесь мне понравился внешний вид, дизайн. Здесь 7 плюс 1 подшипник. Передаточное число 4 к 1. В принципе, прикольный дизайн. Байтранера здесь нет. Хорошая прорезиненная ручка, как видите. Ход катушки плавный, приятный. Но опять же, она новая. Она у меня была в использовании всего лишь одну рыбалку. Что касается намотки. Наматывает леску. Она отлично. Но сейчас шок-лидер. В принципе, не видно. Леску со шнуром я связываю узлом Олбрайтом. И немножко оставляю кончики. Для того, чтобы при забросе пару-тройков раз они затянулись. Тогда можно уже будет обрезать полностью. А так, в принципе, прикольный вид. Дизайн. Как бы она матовая. Хотел взять на обзор Кайда Энд Карп. В принципе, они идентичные. Только немножко изменен дизайн. Это более модифицированная катушка. Также большинству людей интересно, попадает ли леска под шпулю. Друзья, я вот забрасывал порядка 40-50 раз этой катушкой. Раза три попала. Попадает тогда, когда вы не даете натяжку при забросе. То есть, у вас кормушка улетела, а вы стоите, ждете, когда она там упадет. То есть, этого делать не нужно. Надо при забросе сразу же как бы закрывать уже катушку и натягивать ее. Тогда она у вас не попадет. Вот, в принципе, я приналовчился. Хотя здесь защита от попадания лески под шпулю стоит. Ну, бывает, что попадает, но это может быть 5% из 100. А под любую катушку попадает, ребята, леска. Опять же, это бюджет. Бюджетная катушка. Ладно, друзья, меньше слов, больше дела. Сейчас приступаем к сбору удилища и будем пробовать закидывать. Также буду использовать бюджетное удилище Кайдо Партнер Карп Рост 3.9 Тест 3 ЛБ. Или 3 Либра, там кто как говорит. В принципе, за эти деньги я удилищем доволен. Это бюджетная, тем более, кто новичок, у кого нет больших финансовых возможностей, а начинать по-любому нужно. Поэтому я рекомендую всем сначала научиться кидать на бюджетных удилищах, а потом уже переходить на более дорогие. Здесь сороковое пропускное кольцо, поэтому это не максимальное. Максимум это 50. Ну, здесь только сороковое у нас кольцо. Что касается крепления катушка-держателя. Вот, еще в принципе запас есть. Ну, у нас удилище Кайдо и катушка Кайдо, поэтому никаких проблем при подсоединении катушки у нас не будет. В принципе, затягиваем с умом. Еще, ребята, быстрый здесь фрикцион. Буквально пол оборота, и у вас свободно играет уже шпуля. Так, обязательно при забросе используйте перчатку, так как может связать палец сама нитка. Вот у меня, в принципе, вот такая перчатка. И здесь у нас вот такой лескометр. Кидать мы будем грузиком весом 90 грамм. Это у меня был подмакушатник. Ну, не столь важно. Это у нас будут реальные условия. Посмотрим, в принципе, как летит этот грузик. Есть. Так, выматываем дугу. И сейчас будем замерять, насколько получилось у меня забросить. То есть это первый такой лайтовый режим. Цепляем лескометр. Продеваем. У нас здесь нули. И погнали выматывать. Смотрите, здесь уже он показывает 8 метров. Также, кому интересно, как наматывает сама катушка, вот так уходит здесь леска. Укладывает приблизительно ровно. За свои деньги, я считаю, что достойная укладка. Так, все у нас вытащено. Давайте посмотрим дистанция. Какая у нас дистанция. Ребята, ровно 100 метров. Как по заказу. То есть это первый такой заброс. Несильный. Ну, как бы обычный рыбацкий. О, это чуть подальше пошла. Есть. Выматываем дугу. Ребята, ветер у нас. Боковой. Так, сбиваем на ноль. И укладываем леску. Поехали. Сейчас кинул тоже без разбега. Я думаю, пару, тройку раз кинуть. И потом уже можно укладываться. Смотрите, как выматывают. Классно. В принципе, по техническим характеристикам, ребята, внутрь я туда лезть не буду. Я там ничего не понимаю. Поэтому какие-то вам там подшипники показывать. Червячные передачи. Это как бы все хорошо, когда знаешь. Но не всегда получается. Так, здесь у нас снимаем 117 метров. О, уже получше. Видите, 117. 117. О, вот это пошло вообще классно. Да, рука устает, конечно, выкручивать. Представьте, я раньше четырехтысячными забрасывал. Но у меня летело максимум там 100 метров с 0,3 леской. Сейчас уже за 100. Опять же, катушка, я считаю, за свои деньги идеальный вариант для начинающего бюджетного карпятника. Так, у нас получилось 124 метра. Крепим, сбрасываем на 0 и здесь закручиваем. Налетит хорошо, классно. О, пацаны, в воду камни бросают. Ну, опять же, это лучше, чем в интернете дома сидеть. Хоть камни побросать. Как ни странно, рыбаки еще здесь есть. А, смотрите, какая классная вымотка. Еще леска. Deep Purple. Мягенькая, хорошая, летит классно. Укладочка ровненькая. Красота. Опять же, этого не... Даева. Хотя бы. Или Шимано. Там уже цена совсем другая. 121 метр. Уже переналовчился. Опять же, ребята, вам нужно для себя выбирать оптимальный свес. То есть, смотрите сами. Как вам лучше, так и пробуйте. Опять же, пока раз 200-300 не кинете, не выберете себе оптимальный свес, то у вас ничего лететь далеко не будет. Тоже хорошо пошло. Классно. Классно, классно. Вот, смотрите, он в натяжке уже. Вот так, если честно сказать, реальные дистанции ловли, если перенаживляться раз в час на три палки, я думаю, порядка 110 метров можете спокойно ловить этими снастями. То есть, кайда 8000 и палка 3.9 штекерная тоже от кайды. Особо не напрягаясь, я думаю, 115-110 метров можете спокойно клипсовать и уже тогда работать на этой дистанции. Давайте сейчас ради прикола кинем. Попробуем заклипсовать 120 метров и прям клипсу ударить. Так, сколько у нас здесь получилось? 129 метров, друзья. Практически 130. Чик, нолик и ставим. Этот раз тоже хорошо пошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, 132 метра, но это пока мой рекорд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 132 метра. 142 метра. 152 метра. 152 метра. Сейчас я приналовчился бросать этими всеми снастями. В принципе обычный стандартный заброс. Новый обзорчик, Виконска. Новый обзорчик? Да. Спасибо. Ну как улов? Я только пришел так, чтобы помочить дома сидеть. А я только говорил, я говорю, вот спиннингист пришел, наверное, дома, чтобы не сидеть. Да, да, да. Так от... Может. Пробовать надо. Да. Давай, спасибо. Вот парень тоже смотрит меня. Приятно, когда узнают. Спасибо. Ребята, пишите комменты. Так, ну что, клипса 120 метров. Давайте попробуем в клипсу ударить. Вот клипса сработала, но не четко. Не сильно замахнулся. Ну давайте еще раз в более таком жестком режиме добросим. Так, друзья, поставил я клипсу на дистанцию 120 метров. Вот, смотрите. И сейчас попробуем кинуть на это расстояние, как она у нас дострелит. Как она у нас стрельнет. Есть. 120 метров. Так, ну что, снимаем. Я думаю, дальше смысла напрягать ее нет. Во-первых, палка у нас не позволяет кидать более тяжелые грузы. И плюс еще леска у нас тут 0,28. Если поставить 0,25, либо вообще карповики некоторые для дальности заброса ставят 0,22 леску. То было бы интересно посмотреть, насколько отрабатывают эти все снасти скопом. Я думаю, порядка 140-150 метров будет улетать как с куста. Друзья, ну вот и подошел к концу этот видеообзор. Сегодня мы тестировали катушку Кайда SGC0280. Размер восьмитысячный. Конусная шпуля. Как думаете, достойна ли она своих денег? Может быть, есть какие-то у нее конкуренты? Обязательно пишите. Я считаю, что это достойный вариант за такие деньги. Да, есть какие-то недочеты. Да, есть небольшие люфты. Но не без этого. Не забывайте, это бюджетный топ. Друзья, ну если вам понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать. С вас комментарии, что вы думаете по этому поводу. И как вам она вообще внешне. Мне чисто внешне она очень нравится. Поэтому я решил сделать обзор на эту катушечку. И плюс, не каждый может купить дорогостоящее оборудование для ловли. Это бюджетный топ, который подойдет для начинающих рыболов, для начинающих карпятников, чтобы хотя бы забрасывать на расстояние 100+, ну до 125-130 метров максимум. Спасибо, что просмотрели этот видеоролик до конца. С вами был Виконсто. До новых встреч. Пока-пока.